Сезонное оживление сейчас переживает рынок аренды жилья. В этом году повышенный спрос на квартиры стартовал даже раньше обычного, как следствие повышения цен. Основной движущей силой стали студенты. И к сентябрю их спрос будет все больше, а предложений меньше. Кстати, общее количество свободных квартир сократилось уже в июне. Актуальные сведения собрала Виктория Антоненкова. Ежегодно в июле-августе спрос на аренду квартир значительно превышает предложение. Наибольшим интересом пользуются квартиры с низкой и средней ценовой категорией. Впрочем, в это время их стоимость повышается в среднем на 5-7%. И найти доступное жилье в районе с хорошим транспортным сообщением становится сложнее. Поисками съемного жилья Валерия занялась сразу после сессии. Две недели непрерывного мониторинга, выезда на место, изучение транспортных развязок, определение своего принципиального минимума комфорта. И вот приемлемый вариант найден. Для решения квартирного вопроса задействовали целую компанию, искали и на сайтах, и в социальных сетях, даже читали бумажные объявления на остановках. Легким подбор съемного жилья девушка назвать не может. Порой квартиру уводили прямо из-под носа. Приезжаем к подъезду, уже стоим, звоним арендодателю и говорим, ну мы подъехали, можно ли посмотреть там квартиру. Извините, но мы только что ее сдали. В центре, допустим, очень дорого. Но они считают, что раз ближе к метро, к центру, то можно поднять цену. Хотя на самом деле сама обстановка в квартире, она гораздо хуже, чем, допустим, вот до метро 10 минут на троллейбусе, как мы живем. Особым спросом в этом году пользуются двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В среднем предложения доступны около месяца. Самые интересные варианты исчезают сайтов в течение суток. Однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 475 рублей. Темп роста к маю составил полтора процента. Двушка обойдется в 610 в месяц. За трехкомнатную квартиру придется заплатить около 760 рублей. Интересно, что популярные однушки сегодня уступают двухкомнатным квартирам. Это связано, прежде всего, с изменением среднестатистического портрета нанимателя. Лучшее время – это когда предложение очень высокое, а спрос низкий. И под это описание подходит период с февраля по апрель. В это время лучше всего снимать квартиру. Ну а, соответственно, худшее время – это июль и август, то, которое мы увидим в ближайшее время. Но, опять же, здесь такой нюанс. Если речь идет о квартире среднего ценового диапазона или высокого, то проблем быть не должно, потому что студенты в данном вопросе будут просто не конкуренты. для вас. Оживление рынка столичных квартир – хорошая новость для арендодателей. Доходность этого вида деятельности выросла. Это первый всплеск за последние семь месяцев. И велика вероятность, что в июле-августе тенденция продолжится. Виктория Антоненкова, Анатолий Долотовский и Юрий Тихонович. Агентство теленовостей.